Один из главных вопросов, который будет обсуждаться сегодня на заседании Государственной Думы, это вопрос о состоянии топливно-энергетического комплекса. А фактически от нефти, газа, электроэнергии зависят доходы нашего бюджета, зависит развитие промышленного производства, тарифы на услуги ЖКХ для населения. Вопрос тарифов в ТЭКе является одним из ключевых. Хотел бы напомнить, за 1999-2016 годы рост цен на товары и услуги в Российской Федерации составил примерно 6 раз. В то же время для промышленных предприятий электричество подорожало в 9 раз, теплоэнергия в 9 раз, газ в 14. Рост для населения платы за электроэнергию составил 14 раз, газ в 16, а отопление в 31 раз. То есть фактически энергетические монополии душат экономику России. Мы живем в самой холодной стране мира и в этих условиях, когда монополисты вздувают цены, мы не можем конкурировать по цене на промышленное производство со странами, тропическими странами Азии. А население в связи с повышением тарифов все больше скатывается за черту бедности. Также хотел бы напомнить, за последние 20 лет Россия испытала три волны девальвации 1998, 2008 и 2014 годов. Нет худа без добра. За каждой девальвацией шел возможность конкурентоспособности нашей отечественной промышленности. Но только один раз в 1998 году, во времена, когда правительство Российской Федерации возглавляли Примаков и коммунист Маслюков, за девальвацией последовал резкий промышленный рост. Один из главных рецептов этого промышленного роста стало сдерживание цен на тарифы электро- и газовых монополий, что позволило создать конкурентные условия для развития нашей промышленности, остановило население к сползанию за черту бедности. Наши нефтяные и газовые монополисты, постоянно вздувая тарифы, говорят о том, что им не хватает оборотных средств, что им необходимы дополнительные налоговые льготы. Но когда посмотришь на список Форбс, то видишь, что количество долларовых миллиардеров в Российской Федерации растет, а в основном они и их рост связан с предприятиями ТЭКа. В России до сих пор сохраняется олигархическая составляющая экономики. КПРФ считает, что пришло время для ренационализации топливно-энергетического комплекса. Мы знаем, что в 90-е годы он продан был фактически менее чем за 3% реальной собственности. Национализация ТЭКа позволит влить в бюджет государства триллионы рублей. Национализация ТЭКа позволит нам выполнить целый ряд серьезных социальных обязательств. Это подстегнет рост экономики и самое главное обеспечит не сползание населения за черту бедности. Вопрос национализации ТЭКа назрел. Это требование поддерживает большинство населения нашей страны. Сегодня мы будем рассматривать еще один очень важный вопрос. Дело в том, что внутренний государственный долг регионов Российской Федерации сегодня достиг таких размеров, что замечать этого больше просто невозможно. И поэтому сегодня через поправки мы будем приводить в форму закона предложение президента Российской Федерации о реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Правительство предоставило нам свой вариант вот этой поправки. Внимательно изучив на комитете по бюджету, мы увидели там достаточно много условий, о которых президент не говорил вообще. И поэтому мы рекомендовали правительству Российской Федерации пересмотреть эти поправки, что они сделали, и сейчас эти поправки будут приниматься в несколько ином виде. Что же было такого в этих поправках, на чем настаивало правительство? Там были условия, то есть те регионы, которые набрали кредитов, и срок погашения кредитов должен наступить в 2018-2019 году, те регионы должны выполнить следующие условия. У них должен быть дефицит бюджета региона не больше 10%, а мы сегодня по данным счетной палаты знаем, что уже дефициты бюджетов регионов подтягиваются к цифре триллион рублей. Значит, уже по этому условию многие регионы просто не попадут в программу реструктуризации бюджетных кредитов. Далее, регионы должны, чтобы закрыть такие вот временные кассовые разрывы, регионы должны, могут брать точнее кредиты в коммерческих кредитных организациях, но на условии ключевая ставка, то есть процент должен быть, ключевая ставка плюс 1%. Дело в том, что банки на такие условия вряд ли пойдут, они уже отказываются от таких условий, то есть при отсутствии финансовой поддержки государства и невозможности взять вот этот кредитный ресурс, регионам может случиться так, что нечем будет выплачивать заработную плату. Поэтому комитет не согласился с этими условиями и теперь условия поменялись. Итак, как будет проходить реструктуризация? Значит, те, кто срок гашения, регионы 18-19 год, они платят 5% от общей суммы долга именно в 18-19 году. В 1920 году они платят 10% от общей суммы долга, а в 1921-1924 году они платят 20% от оставшейся суммы долга. Это очень хорошее условие, очень хорошее. Те регионы, которые будут иметь доходы собственного бюджета на уровне инфляции или превышающей инфляции, у них вообще будет растянуто больше по времени выплата их долгов. С 2020 по 2029 год они будут платить вот эти долги по тем условиям, которые они выполнили. Теперь, что касается самих условий, куда они будут записаны? Правительство нашло Соломоново решение. Они, знаете, что предложили? Они предложили все условия прописывать с каждым регионом индивидуально, и эти условия, значит, будут уже диктовать правительство Российской Федерации. Не факт, что то, о чем я говорила, в этих условиях не будет. Но это уже хорошо, потому что к регионам будет осуществляться именно индивидуальный подход. Кроме этого, сегодня на заседании будем рассматривать изменения вносимых бюджетов 2017 года, и мы наблюдаем, что идет снижение расходов на поддержку производства, на поддержку сельскохозяйства, образования, здравоохранения. В результате мы получим, что темп ВВП, роста ВВП у нас в стране снизится, поэтому наша фракция не будет поддерживать изменения, вносимые на 2018 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова